Что, подписчики, которые смотрят в записи? Здравствуйте, здравствуйте. Я решил, что я не буду останавливаться на информации по поводу того, что надо подписаться на телеграм-канал, потому что там есть вся необходимая информация. Я решил, что я говорить об этом не стану, так же, как и не буду говорить про то, что надо поставить лайк, подписаться на канал, проверить там колокольчик, оставить комментарий, что это полезно. Я об этом говорить не хочу. Зачем? Зачем тратить на это ваше и свое время? Абсолютно бессмысленно, да? Правильно? К тому же все ссылки есть в описании, вы сами увидите, сами нажмете. Вообще очень просто. Сегодня мы смотрим с вами Чада и Зада. И это серия, которую мне порекомендовали, потому что сказали, что можно проломить лицо рукой. Давайте проверим, так ли это. Поехали. В наш проект поступим обращение из города Саратова от родителей 16-летней Кристины Кузнецовой. Добрый день, я Кузнецов Константин, папа Кристины. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Кузнецова, я мама Кристины. У нас Кристина каждый месяц ездит в Москву. Ездит. Слушайте, а нахуя на телефон они записывают это, если их снимает камера? Тусит в дорогих клубах, бары, рестораны. Тратит большие суммы денег от 200 до 300 тысяч, иногда даже и больше. Это очень плохо влияет на ее поведение. То есть на ее поведение влияет количество денег потраченных записали. Или ограничить ее бюджет. И очередной раз, когда она собралась в Москву, мы ей сказали твердое нет. На что она закатила нам просто скандал и тайком от нас купила билет в Москву. Дочь стала неуправляемая, хочет жить в Москве, но мы знаем, что она пойдет в разнос. Ее проблемный характер, швыряние деньгами просто портит ей жизнь. Пожалуйста, помогите нам, иначе мы ее просто потеряем. Перестаньте давать ей деньги. Чада из зада. Папе Кристины Константину Кузнецову 45 лет. Он директор футбольного клуба, владелец нескольких футбольных школ и по совместительству тренер. Маме Кристины Анастасии Кузнецовой 43 года. Она индивидуальный предприниматель, владелец туристического агентства и в данный момент работает онлайн. Свой доход семья не разглашает. Владеют Кузнецовой элитной квартирой в центре города Саратова и загородным домом общей стоимостью около 30 миллионов рублей. На постоянной основе у них работает обслуживающий персонал. Такой пустой дом, без вещей. Услуги которого обходятся семье в 180 тысяч рублей в месяц. У Кузнецовых двое детей-погодок. 16-летняя Кристина и 15-летний Никита. Никита у нас более спокойный, занимался футболом сейчас в компьютерном клубе и с ним всегда обо всем можно в спокойных тонах договориться. Кристина она у нас более... Не понял, стоп, занимался футболом сейчас в компьютерном клубе. Избалованная, хочет быть всегда в центре внимания, поэтому происходит всегда с ней скандалы. Занималась акробатикой, гимнастикой и чирлидингом. Кристина, с раннего детства у нее первое слово было «дай». Ну мы и дали. Так вот получилось. Мне кажется, что резко забирать деньги и кайфы не помогут. Воспитание с детства надо заниматься, пишет нам в чате человек. Ну естественно. Естественно. Просто о чем они просят? Они просят какую-то передачу, которая за якобы сколько там, пять дней, или сколько она там будет находиться в какой-то чужой семье, решит все вопросы. Что? С таким же успехом, повторюсь, можно просто забрать бабки и перестать идти на поводу. Что она будет делать без бабла? Она очень такая настойчивая, и все время ей да... Уйдет из дома, но лады, без бабла. Привыкшая жить в условно каких-то очень-очень нежных условиях. Что она будет делать без денег? Да, этот текст я не заучивала ни разу. 12 лет. Она учится в 10-м классе элитной гимназии с углубленным изучением французского языка. В последнее время она просто потеряла интерес к учебе. Очень много ленится. Ее невозможно просто поднять с утра. Никита у нас уже проснулся, уехал в школу. Кристина у нас, как всегда, спит. Она опаздывает. Честно говоря, не знаю, зачем я туда вообще хожу. Меня заставляют родители. Я хочу уйти на домашнее обучение. Я хочу просто бросить школу. Зачем мне учиться, если я не... В океан, блин! А папа не может мне этого позволить, чтобы я бросила школу в океан. Говорит, что это невозможно. Блин! Собираюсь работать. Вот это там встал с утра, позавтракал, сразу побежал на работу. Фу! Я люблю поспать, накраситься, сделать свою любимую укладку, выбрать наряд. И только потом я вызываю такси, и водитель везет меня в школу. Анастасия старалась быть Кристине не матерью, а подругой. Но этим стерла грань родители-дети. Это отразилось на отношении дочери. Традиционные обращения мама и папа Чада Кузнецовых не используют. Пузан уехал на работу? Кристина, уже все уехали, осталась она... Пузан, это типа батя? Ты вставай, пожалуйста. Не хочу, все, Настя. Кристина дает нам клички. Придумывает, называет разными плохими словами. В последнее время Кристина у нас стала просто неуправляемая. Вот, допустим, с Никитой можно и поговорить, можно его что-то попросить о помощи. На него можно положиться. Кристиночка, это полная противоположность. О чем бы мы ее ни... Ну, конечно, конечно. Наверное, причина... Ну, хуй знает, в чем причина. Я даже хуй его знаю. Попросили. Это полный игнор. Мы Никиту ставим всегда в пример для Кристины. Мне кажется, из-за того, что он младший ребенок в семье, родители ему уделяют больше внимания, чем мне. Я считаю, что это неправильно. Меня достало то, что родители говорят, почему у нас с Никитой все гладко, а у меня постоянно какие-то проблемы. Тебе какому уроку? Получается, ты уже никакому не успеваешь, ты понимаешь, это или нет? Я выбираю, в чем мне пойти. А я просто... Родители меня вообще не понимают. Постоянно какие-то скандалы. То им это не нравится, то им то не нравится. Ну, как бы это их проблемы. Я такая, какая и есть. Я не собираюсь меняться. После школы Кристины едет не домой. Мне пишут опять, чтобы ты сделал... Чтобы тебе сделал батя, если бы ты назвал его Пузаном или Пузаном. Ну, во-первых, не произошло бы ситуация, где бы я подумал, что, наверное, я сейчас, наверное, батю своего назову Пузан. Наверное, это норм ситуация. Как-то так сложилось, что мысли такие в голову даже не приезжали. А заезжает в элитный ресторан пообедать. Это ежедневный ритуал. Здесь же она регулярно встречается со своим личным байером, специалистом, который на заказ привозит брендовую одежду высокой ценовой категории. Нет, таких вещей в Саратове нет. И смотри, как классно будет смотреться наша Бууска с этими джинсами. Да, вообще прикольно. Я тебе, кстати, не знаю. Ага, не с потолка берем эти цифры. Получается 50 ремень. Да, супер, давай. Общая сумма 280 тысяч. Мое главное правило. Хочу, плачу, получаю. Так как в Саратове вообще нету никаких шмоток, и мой любимый байер привозит мне известные бренды. Разумеется, все, я оплачиваю с папиной карты. У нее нет лимитов, она даже не думает, сколько лежит денег на карте. Кристина... Так, блядь! У нее... А в чем вопрос? Вопрос у вас, извините, пожалуйста. Можете сказать, в чем проблема ваша? Вы же знаете, в чем она у вас. Зачем вы звоните нам? До свидания. Тратит на одежду несколько сотен рублей в месяц. Несколько сотен рублей в месяц. Ну, рублей 300 где-то. Че, да и задав. Давайте уже новый сезон, кстати, извини, пожалуйста. И модные тренды сразу оказываются у Кристины в гардеробе. Это такая дизайнерская джинсовка. Такая необычная и красивая. И в ней я сразу же выделяюсь. Одна из моих любимых вещей это дизайнерская юбка из-за Милана. Мне кажется, он не очень идет. Это классическая сумка. Ее мне подарил папа на мое 16. Селесия. Выглядит достаточно стильно. Шапочка вот такая вот. Они залепили Прадо. Все. Праду. Прадо, короче, в общем, залепили. Просто каким-то квадратным кусочком скотча. Ладно. Капленькая, уютненькая, мягкая. Все, как я люблю. Это ботиночки, в которых очень тепло и уютно. Мне, кстати, все спрашивают, где я приобрела такие ботинки, потому что в Саратове точно никого таких ботинок нет. Только у меня. В своем гардеробе лазни. Да перестань ты. Мне нужна комфта в спортзал. Все, иди. Живот. Я никогда не выйду на улицу в вещи, которые я носила два раза. Для меня это просто позор. Это какой-то колхоз. Обязательно моя одежда должна быть брендовая. Она должна быть яркая, чтобы выделяться от этих скучных, мрачных людей из нашего города. Не скучно Кристине только со... Скучные, мрачные люди из нашего города. ...своими подругами, с которыми она устраивает регулярные посиделки. Ну и от них Кристина раз в месяц сбегает в Москву, чтобы вдоль потусить. Способствует этому и подаренная родителями квартира в столице площадью 120 квадратных метров в престижном Таганском районе в элитном жилом комплексе. А можно адресочек сразу назвать и пароль от всех таких там сейфов, блядь, а хули... Почему нет? Слушайте, так почему они спрашивают, в чем проблема? В чем проблема, они спрашивают? Они такие звонят и говорят, у нас проблема, короче, у нас дочь что-то вообще не слушается, нихуя. Безлимитка на карте. Есть квартира в Москве, у ей собственный байер привозит вещи, ну если это правда все, привозит вещи, которых нету в Саратове, она имеет абсолютный доступ, ну почти ко всему, похуй абсолютно на родителей, на одного называют Пузан, вторую называют Настя, все отъебись, и все в таком духе. И они спрашивают у кого-то, кто сейчас им пытается решить вопрос, сколько за 3-4, ладно, похуй, 5 дней. Понял. Москва-сити, клубы, рестораны, друзья. Каждая такая поездка опустошает семейный бюджет на 200 и более тысяч рублей. В Москве я общаюсь с людьми на уровень и статус выше себя. Они приучили меня, собственно, к тому, чтобы я выглядела безупречно. Как только я приезжаю в Москву, я получ... А почему не выглядишь? Что такое? Не получается пока? Я сразу кучу комплиментов. Я там просто как суперстар. А когда я приезжаю в Саратов, то я просто угасаю, тону, мне просто становится тошно. Эти ежемесячные поездки в Москву нас с мужем уже как бы достали, мягко говоря. Москва ее немножко как бы портит. Ну, мы оплачиваем все ее желания, все ее запросы. То есть, Москва портит ее. Я правильно понимаю? В этом проблема. Хорошо, давайте-ка запишем. Мы оплачиваем абсолютно все, разрешаем ей ездить. Москва портит. Все ее замашки, выходки, и она этого не ценит. Она считает, что мы ей все должны в этой жизни, что только все деньги тратить на нее. Ну и вот сейчас она нам заявила, что школа ей не нужна, что хочет переехать в Москву. Давай, снимай свои наушники, нам надо с тобой поговорить. Мы с папой считаем, что нет смысла просто тебя отпускать в Москву. Ты совершенно не готова ко взрослой жизни. Ты безответственно очень ко всему относишься к учебе. Я готова ко всему. Мне вообще все равно на эту учебу. Кому ты там нужна? Так, заберите у нее карту. Давайте посмотрим, как она ко всему готова. Где ты там будешь учиться? Куда ты там собралась поступать? Ты мне скажи. Просто в колледжи в обычный пойду, какая разница, или вообще учиться не буду. Мне это неинтересно. А на какие средства ты собираешься там жить? В смысле на какие? На твои. У меня руки опускаются. Родители не могут нарушать мои личные границы от слова подними. Совсем. Родители меня должны полностью из головы до ног обеспечивать. А действия что? Дети никому ничего не должны. Я думаю, что Кристина изменилась с тех пор, когда она почувствовала вкус денег. То есть, когда она стала... Не надо было ее кормить тогда баблом, блядь. Ей была плохая. Я говорил отцу. Более самостоятельно мы, конечно, ей стали давать деньги и не заметили, как, то есть, что она стала дерзкая, то есть, деньги... Дерзко. Ее испортили. Изучив ситуацию в семье Кузнецовых, мы берем их чадо в проект. Кристина согласилась прожить четыре дня в чужой семье при условии... Четыре дня! Четыре дня! Что вы планируете исправить там за четыре дня, когда она 16 лет жила просто с чем? Золотой соской во рту? Сейчас за четыре дня просто все исправится. Все изменится. Что будет отменен запрет на поездки в Москву и что она сможет потратить на шопинг в столице миллион рублей. А еще родители пообещали рассмотреть возможность переезда Кристины в Москву. Хотелось бы от этого проекта что Кристина переосмыслила свою жизнь вернулась к учебе и развивалась здесь стала прежней дочерью. Вопрос один единственный. Чувак реально серьезно об этом говорит или как? Как, зачем, какой у нее резон вообще менять свою жизнь? Когда у нее есть возможность абсолютно ну типа нихуя не делать и чтоб все было? Не понимаю. такой спокойный как у нас Никита. Мы бы хотели чтобы Кристиночка переосмыслила очень многое все ценности семейные и стала нас называть мамой и папой. Мы так этого с папой ждем. Чемодан собран. Теперь родители сообщают дочери правила проекта. Чада отправляется в семью без денег и телефона. Че? Это че пранк? Это шутка какая-то? Это не шутка это тебе там не понадобится. В смысле не понадобится? Я куда? Я че на Северный полюс какой-то еду? В прямом смысле теплые вещи телефон не нужен карта не нужна. Сказал по условиям проекта тебе это не пригодится. Ну че мы будем стоять здесь два часа тебя уговаривать? Мне кажется самое страшное это жить в какой-то вонючей квартире или не да бог еще хуже деревне спать на какой-то не пойми кровати там еще поди будет миллион поди так в принципе ты все нормально зайдешь за свое все будет ок детей которые будут орать визжать я просто буду так сидеть закрывать уши это просто мой страшный сон я реально не хочу ой да мама встань эксперимент для 16-летней дочери миллионеров из Саратова Кристины Кузнецовой начался 4 дня она проведет так а почему не Мерс идет вдали от дома в другой семье ну ладно закажите бесплатно в 950 километрах к юго-востоку от Москвы находится столица Удмуртии Ижевск в 30 опа здрасте в 5 километрах от него в Малопургинском районе Малопургинский район Пургена немножко не доливают знаете ли знаете что такое Пурген ну в общем не доливают но Пугачева в лесу стоит дом многодетной семьи Томкиных у которых четверо детей и именно ну блять что-то он что-то жестко дом многодетной семьи Томкиных у которых четверо детей и именно они ждут 16-летнюю Кристину Кузнецову вам кроеков покормить по пол ложечки каждому у куриц вытряхнуть кормушку налить воды и насыпать корма Глава семьи Евгений Геннадьевич Томкин 44 года по профессии сварщик на данный момент руководит фондом занимающимся помощью людям попавшим в трудную жизненную ситуацию ну вот например таким как Кристина которая сейчас едет попала в трудную жизненную ситуацию надо исправить ситуацию многодетная мама Томкина Елена Сергеевна 34 года по профессии швья мотористка сейчас домохозяйка находится в дюкрете на 9-м месяце беременности я корена Адмуртка Женя мой второй муж первый мой муж умер в 2017 году он умер а в 2017 году я познакомилась со вторым со своим супругом взял я Лену в жены с тремя детьми спасибо и мальчишки сразу начали папой называть вот а Варя поскольку она постарше у меня с ней другие маленькие отношения доверительно дружеские но я ее называю дочь она меня называет Женя это дети моей жены значит это мои дети сейчас у Евгения подрастают 16-летняя варвар ля как хочется пройти через монитор и дать мощного леща отцу и крикнуть хватит какому 13-летний Вячеслав Александр 7 лет их общий сын двухлетний Артем а также они готовятся к рождению дочери старшая дочь Варвары студент просто попиздили немного деревья педагогического колледжа по специальности учитель младших классов английского языка и рисования Варя первая помощница по хозяйству в первую очередь она помогает нам с ребятами справляться если нам надо курац супруга отъехать остается Варя если надо накормить Сашу и Артема остается Варя на самом деле старшим ребенком в семье быть ну сложновато я помогаю родителям несмотря на то что там я устаю иногда выбываюсь из калии там эмоционально иногда выгораю я все равно стараюсь им помогать потому что я вижу каким тяжело нас как бы много вот сейчас даже у нас родится сестра и я понимаю что будет гораздо тяжелее сложнее я немножко не понимаю концепт этого проекта за 4 дня ни в каких абсолютно реальных и условиях никогда ничего не исправить если это не касается чего-то ну я не знаю там букву исправить в слове вот за 4 дня человека который 16 лет жил определенным устройством жизни не исправить никогда абсолютно плюс при всем при этом они действительно обещают что если ты поучаствуешь в этом проекте после того как ты приедешь потерпишь потерпишь очевидно по-другому она делает там ничего делать не будет мы тебе собственно дадим лямчик и сможешь жить в Москве такие нахуя вообще все это тогда я не понимаю вообще в чем прикол показать что на всю страну показать что она вот такая а в конце типа исправилась ну серьезно в окраине поселка около леса в частном доме который построили сами государство помогло взять льготную ипотеку и я со своими друзьями самостоятельно построил здесь дом вокруг дома приусадебное хозяйство огород теплица а также своя мини ферма два поросенка две козы пять кур и около 50 кроликов средний доход семьи в месяц 50 кроликов в месяц 53 тысячи рублей давайте кто быстрее раз два три трех нашу фору дали все дети кроме 16-летней варьи не имеют телефонов это сознательная позиция родителей для того чтобы пользоваться телефоном с интернетом нужно быть взрослым и самостоятельным чтобы принимать определенные решения например варвару когда у нас варе исполнилось 14 лет мы варваре купили телефон когда мы были уверены в том что она не будет во всяких социальных сетях там часами время проводить что она не будет фильмы с утра до вечера смотреть если вот у нас допустим были бы телевария ладно ну то есть мы бы наверное были бы как некоторые дети мы бы ничего не делали бы ленились то есть хотели бы сидеть только в телефонах мы стараемся привить нашим детям что нужно уважать своих родителей уважать взрослых чтобы они росли совершенно ну добрыми добрыми детьми в нашей семье не принято что-то мамуля по-моему хуеваста чуть-чуть сидит сравнивать детей друг с другом мы говорим посмотри на Варюшу может давай сделаем так же то есть мы не говорим что кто-то лучше а кто-то хуже мы стараемся детям показать что мы всех любим их одинаково мой конкретный девиз как хотите чтобы да посмотри говорит на Варюше может сделаем так же а то у тебя какая-то хуйня получилась если честно сынок с вами поступали люди так поступаете и вы с ними и я учу этому детей я на самом деле не могу никак понять как мы будем разговаривать с человеком вообще из другой культуры слава ты как думаешь из какой другой культуры к вам кто едет из какой другой культуры еще он даже будет возникать я просто скажу так делай так как те сказали а мне кажется что надо делать так как мы эти вопросы сейчас решаем в нашей семье покрываем все любовью покрываем все любовью или ты не понял нихуя то что тебе говорил перед камерой ебаный в рот договорились же негатива у него наверное хватает в той жизни негатив он порождает негатив понимаете а добро оно порождает добро это я знаю точно славит тебе когда что-то делает ну вреднете ты же не перестаешь его от этого любить нет конечно я ему с любовью как чапалаха нахуй положим есть в преде девочка куда кровать ставить можно же типа вот прям близко вот к этому бортику и тут хотя бы хоть немножко мест останется будет ли здесь комфортно вообще если мальчик как вот вообще у славы у мальчика можно наверно к славе у славы уже там больше места пространства кровать поставить мальчик приедет а если девочка приедет а если а если приедет гусыня а если а если приедет инопланетянин а если а если Стивен Спилберг приедет куда нам Евгений и Елена готовы передать свой опыт воспитания детей и поэтому решились на участие фредди чада из ада это возможность послужить ребенку который приедет реализовать какой-то ну потенциал возможно как явно разберетесь разберетесь на постоять мозги поебать чуть-чуть а если который мы еще в себе не знаем когда-то старости мы будем сидеть на крыльце наш веранда и вспоминать как пред нам приезжал ребенок из богатой семьи и мы вот ему показывали все тут серьезно реально будете этой хуйню заниматься все ладно запомнишь и любовь и все наши семейные традиции день 1 ванч тетлы ту мог стать профессиональным спортсменом но выбрал сцену и теперь его сравнивают одну секунду подождите я хотел промотать но потом охуел от того что как зовут человека подождите кванч тетлы ту мог стать профессиональным спортсменом но выбрал но выбрал скороговорки так ладно перемотаем чего чада ждет семья томкиных условием проекта дочь саратовских миллионеров 16-летнюю кристину кузнецову доставляют к дому принимающей семьи приземлившись в аэропорту ижевска кристина час добиралась на машине до пугачева дом томкиных находится на окраине в лесу из-за плана в москве плохой погоды дорога испортилась но ясно в жарке крестине приходится идти пешком ой бля я туда я надеюсь что я не туда здрасте я пришла встречать пришла с таким чемоданом огромным но простите сумкой помочь помогите клёвая шапка пойдемте заберу пожалуй собака не бойтесь меня зовут женя я глава семьи папа меня зовут саша немножко стеснительный вот здесь мы живем это наш дом в котором мы живем а у вас только один дом такой выше да мы живем в лесу тут никого рядом нет на расстоянии одного километра это вообще не классно это вообще не классно здравствуйте наша мама вам или вас долете ждали когда приедете дом или покажу территорию пойдемте лучше в дом это я замерзла да хорошо пойдемте выглядываю в дверь вот девочка которая смотрит сразу таким взглядом мне еще тревожнее потому что я вижу вот этот взгляд колючий кристин я думаю наверное как колючий лучше раздеться потому что у нас тепло нет я не хочу если будет жарко хорошо оставайся так будет жарко я буду так хотеть если хорошо без проблем у меня в доме личная кухня отдельно и зал отдельно и зал в три раза больше чем ваш и и знаете и вот и вообще блин нафиг и батя мой тебя да разве билет и понял ты у вас тут не очень красиво честно говоря но мне не нравится мы сделаем все возможное чтобы тебе было как ну давай тогда выклимте глаза нахуй не против лена можно просто лена а у вас какие-то клички есть нет нету ваши дети обращаются к вам мама папа кристина как-то обращаешься к маме с папой настюха костян до готовить не клички уже папу да не жалко папу это он сам блять тебя не жалеет нахуй такое пузо наел ну вот интересно мне интересно мне интересно вот в реальности так кто-то себя бы вел бы и через сколько секунд ну если не с нулевой тебя бы вы пизднули нахуй оттуда сколько ему лет мой погодка ему 15 внешность вы дружите мы абсолютно разные нас даже нет общих интересов зачем нам с ним дружить у нас от мальчишки они шумные я если честно говоришь я немножко теряюсь даже это варвара а почему ты такая заляпанная потому что я там натачивала нож которыми тебя пыр но через 10 минут ты пока давай продолжай свою хуй тунести на 16 я была на хоздворе то есть я работала я выгляжу там не очень конечно красиво как в там может она думала что я буду выглядеть там как она как принцесса королева честно говоря на показал мне противной я смотрю и вижу что это настоящая колхозница волос у нее грязный одет она и не пойми в чем вот здесь у нас комната у мальчишек здесь они живут спят тут тоже воняет придется наверно его уборщицу подарить покажу туалет там тоже воняет туалет вот здесь тушевая кабина вот мы здесь моемся а ванна где ванна у нас на первом этаже в родительском туалете она большая там джакузи нет а что или бассейн я не знаю что мне делать здесь можешь снять свою шубу я не хочу надо но у вас холодно как-то там я не хочу тапочки если собой есть и будет теплее гораздо можно свои дать еще мне не тяжело хотя нет вот эти хочу так это постанова какая-то ебучая а почему-то так воняет потому что у меня живут мыши и мыши сразу предупреждаю я думал скажу что у меня живот болит они очень активны и бы ты будешь выкидывать своих мышей либо я спать тут не буду никогда в общем ты будешь спать здесь мы попросим же не просите кровать у мальчиков из комнаты и ставим сюда у тебя в ногах у тебя в ногах я точно не буду спать я привыкла раздавать всем прозвищем конечно же этой семье тоже дала клички папу я буду называть женек маму ленусик аварю мы планировали с это как как это как варю не понял мама и поставить кровать вот сюда вот потому что она вместится сюда так и и некуда больше ставить просто прям вот сюда вот это все останется здесь да нет ну или иначе принять не решали перед решили что я буду спать здесь вот аваре будет спать у меня в ногах это почему ну потому что я не буду спать у него в ногах слушай ты же можешь развернуться головой сюда и все будете друг другу ногами и не будет сложности никаких нет я так не хочу почему потому что я хочу спать здесь потому что это моя кровать так что у нас дети со взрослыми не спорят и не перечит я не знаю как в твоей семье и в твоем доме но у нас так раз ты приехала к нам я прошу тебя пожалуйста этим правилам следовать я с родителями сейчас кому-то ебучку будут бить я буду общаться и также с вами я королева я богиня я должна спать во первых там где я хочу все должно быть так как я хочу я не буду вступать в свою комнату у кого-то человеку который пришел в наш дом я понимаю что это гость но это моя личная комната не будешь не надо чем в чем сложность ну зачем так то варя не стерпела такого поведения гости и не стала уступать и свою кровать она уйдет заботится мы же ответственно сейчас за нее вы чё делаете варь думаешь далеко бежим варя покажем ей всю теплоту нашей семье всю нашу да кого чего вы чего такое говорить это пусть идет блять давай волка еще отвяжите куда чего какой ответственность пусть урет ее там сидит брату и уступим не твою комнату а ты чего дальше куда чего чего такое захоти у тебя будет отдельно комната варите уступают комнату и все будет хорошо видишь пообщались нашли как вы это нормально для вас что ребенок просто уходит из дома в первый же день вашего знакомства вы так совсем иди на хуй всеми гостями обращайтесь нормально именно поэтому вы так со всеми гостями обращайтесь нет все остальные гости которые там приезжают не ведут себя так вызывающе я привыкла так себя вести вот а мы не привыкли ну что это ваши проблемы внимание внимание выпускаем волков выпускаем волков медведей и давайте еще и оленей пусть бегут растопчет ее в конце все поехали ну сейчас это наши общие проблемы и твои мои пойдем сварить все решили варить вы уступает свою комнату кристин пойдем под извиняюсь говорил волков а правильно волков дочь на не расстраивайся ты бесит меня уже все но иди сюда не расстраивайся поведением варе вообще для свою дочь променяли на жизнь какой-то кого-то мешок я ее видел в первый раз такой она как разверенная кошка которая дралась за свой дом ну так это вроде бы нормально вообще-то нет это же ее дом нахуй этот гость а вообще при чем тут она это же вы там согласились принять какую-то хрень с камерами вообще чем мне комнату что ты имеешь ввиду освободили кости в смысле мы же только что сами сказали то что это моя теперь комната чего ее освободить от этой ну не от этой зачем наши среди тут ругается на реальдо рвет ну и чё мне вообще все равно она ничего подружка кто она нам не все равно все я короче тут раздеваюсь это тюрьма я комната пусть делает чё хочет успокаивайте вам полезно будет я сейчас принесу вещи хорошо бы было бы если бы на шпагат ебанул мне вообще эта комната и не нужно я в одиночестве не люблю быть но я решила сразу поставить точку доказать что пока я нахожусь в этом доме то будет все как говорю и хочу я вы не против если этот попрызгал чтобы тут у мной пахло спросить лучшего это варина комната лучше это а то тут этими крысами воняет это мышки не нравится съесть тогда отсюда сама съезжай ты можешь мы они в соседней комнате я их выбросила в окно ну серьезно бля нет нового угорается что за хуйня почему родители пошли на поводу какой-то перезагревом мы не будем сниматься в этой сране нахуя вам это надо вообще вы угораете мне кажется это маленько не права потому что варю тебе по-доброму понимаете мои родители они во всем соглашаются со мной всегда и для них это нормально родители и что на время я ваша дочь нихуя себя на отвратная а почему родители пошли на поводу у нее почему они не сказали съемочной группе съебались почему вот этого не было я чуть ничего не понял просто наша дочь временно как ты сейчас сказала значит и должна быть послушно нам пожалуйста просто нет 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 это точно нет пожалуйста просто выйдите все захлопите дверь я ждала я списал родитель предложил наверное лям и москву не уверен не знаю не думаю не думаю им бабки злопотели дали сценарий но это было изначально но мы сейчас видим что это не по сценарию девочка ревет не по сценарию девочка не довольно не по сценарию родители видно по ним что они немножко опешили от того что происходит наверняка они были в курсе что там будет сложный ребенок но они не были в курсе насколько там пиздец приедет сто процентов очевидно присутствие сценария явно было в начале и все вот это вот но сейчас сейчас уже там воняет дерьмом она реально делает какую-то хуйню я буду очень сильно разочарован если в конце якобы будет какой-то хэппи-энд потому что здесь сто процентов этого быть не должно тысячам миллиардов процентов и единственный вариант который бы я бы принял это если бы они ее потерпели день-два потом сказали все съебался отсюда нахуй ты нам не нужна и мы не собираемся вообще тратить на тебя время спокойные и сказали бы там камере продюсерам бабки забирайте если там какие-то там я не уверен что там серьезные бабки если честно но тем не менее если бы они были нахуй а там было заявлено что этот выпуск у всего чата пердаки завет я вначале сказал да что мне сказали что будет тяжело детей приехал вопрос мне сейчас мегера которая пытается установить свои законы свои порядки в нашем доме такие люди это какой-то пиздец это какой-то но дочки не надо там терпеть ничего надо сказать съебалась нахуй закрыть дверь и встать в позу тоже я считаю это во первых а во вторых еще раз повторяю эту мадам надо было из дома выпизнуть вместе со съемочной группы если бы они начали там что-то баррагость и так далее этот сто процентов я бы говорю я бы я бы был бы рад если бы этот выпуск закончился то на 35 минуте где на второй день не бы сказали не мы эту тихую не терпим кинули бы бабки и все и конец как мне еще до педагога три года расти дочь посмотри на это как на практику да конечно ахо нужно что-то делать нужно как-то помереть и паре унижалка ну я не ожидал такого честно говоря я думал что все будет гораздо спокойнее я понимаю что она плачет кристина такое чувство как будто она специально провоцирует не чувство у тебя даже глаза красные потому что мне погорю жалко разбери мне чемодан сама встань разбери свой чемодан там лежат твои вещи ты возьмешь сейчас встанешь и разберешь свои вещи сама нет да барь разбери мне чемодан сама разбирай свой чемодан ладно я не буду ничего разбирать а вот это вот тоже все помоешь потом я не буду ничего мыть варь я тебя попросила разорвать мне вещи варя мальчики срочно у вас есть телефон у кого-нибудь смысле мы не сидим в телефонах да вы что прикалывать в натуре бля дайте телефон у нас нету телефона меня с рождения телефона вы как не держал да у вас поди интернета тут нету тоже нету пока дочь саратовских миллионеров кристина кузнецова пыталась найти телефон чтобы позвонить домой и уехать семья успокаивалась готовя ужин томкины лихорадочно думали что же им делать и как себя вести с чадом да все что нужно я уже сказал озвучил несколько раз сен у нас есть традиция в мурте когда к нам приезжают гости мы встречаем их большим караваем с медом ты должна отломить себе кусочек такой карвай не хочешь помочь кристине отстаньте вы от варе не трогайте нахер ее бы макай в нот и и съем его вы нахуй я надеюсь следующий будет фраза все ребят садимся кушать ой всем приятного аппетита приятного аппетита семья спасибо господь за эту вкусную еду мне надо хлеб мне тоже надо почему он такой жесткий кто кровать как жесткий где вас мусорка ну мне не очень приятно потому что мы старались честно говоря пирог был вкус но они должны понимать что у меня очень сложный характер меня не перевоспитали я в основном кушал в ресторанах только я еще раз я не понимаю я я буквально не понимаю какого хуя почему вообще на него первых не положить болт просто перестать ее как-то как вообще-либо воспринимать просто не слышать не слушать не кормить пошла в пизду это первое второе почему и не я не понимаю почему и не выгнали почему почему у нас вкуснее домашняя еда всегда вкуснее я не люблю домашнюю еду слушает из какой городу приехал саратова саратов там красиво честно говоря ужасный отвратительный где такие дети рождаются в городе а сколько тебе дают хорош варя ваш ее блять и под столом ей хуйни только дорогие рестораны то есть от 10 тысяч рублей стесняюсь просить сколько тебе вообще родители дают у меня без лимитный счет трачу сколько захочу у нас имея принято чтобы дети добивались всего сами да то есть вот варя у нас сейчас учится в колледже кроме как вот там на дорогу то есть на проезд и питание столовую мы ей денег лишних не даем ну например если она себе захотела косметику там она пойдет расклеить листовки листовки серьезно ну это хоть какие-то деньги попробовать бы тебе хотя бы заработать хотя бы ну не знаю рублей 5 я вот в москву люблю ездить люблю очень тусить развлекаться как тебе родители одно отпускают много миллионный город мама мне поставила с папой запрет полный то что я не поеду москву ну чем не оставалось делать я взяла папину карточку и уехала это вообще аморально брать чужое более у своих родителей конечно они поорали но у нас это нормально я так понял крестин что это не единственный случай был наверное да конечно нет да постоянно происходит брат меня бесит вообще просто раздражает потому что у меня из детства родители сравнило с ним конечно мне это неприятно сравнивать каком смысле то что он лучше нужно просто границу чувствует когда общаться с родителями и все у меня одна главная цель это переехать как можно скорее в москву кто тебя будет москве обеспечивать вот интересно действительно кто кто вообще захочется жить с таким характером просто кто но хорошо я понимаю что найдется найдется дурачок найдется челик найдется кто-то кто поведется на что-то я не знаю явно поведется явно найдется ну и плюс родители в беде не бросит очевидно это понятно но вот предположим найдется чувачок и какой найдется бесхребетный бесхарактерный абсолютно который не может там два слова вставить как-то что-то и что и что и как и чего там будет но ничего же не будет да но либо либо найдется мил строй ну да который просто зочек как говорится еблом об стол и так вся жизнь будет проходить кто тебе будет давать деньги точно так квартира есть или ты будешь снимать квартира есть у меня есть папа который будет за все платить школу закончила нет я учусь 10 классе кем работают твои родители папа у меня директор спортивных школ а мама у меня занимается турагентством ты не хотела бы родителей своих поддерживать я не хочу работать фу кому это вообще не правильные взгляды на жизнь называются все тогда можно а ты даже не его ела я не хочу ты голодная станешься я просто попробую но я просто чтобы не остаться голодный спасибо спасибо доложение хима ну простите что чем богаты теме рады крестин на данный момент мне хочется кристину выгнать родителю а почему почему вы терпите господа почему вы терпите заши зачем несмотря на конфликт со старшей дочерью супругов томкиных варварой на которую чадо раздражается сильнее всех кристина решила после ужина и у нее взять телефон потому что очень хочет уехать домой саратов может мне свой телефон дать не почему кстати кристина не залипает социальных сетях ой как зовут варя паре не залипает социальных сетях и наверняка никакие видосики не смотрят потому что но батя же говорил что там 14 лет понятно уже а просто смотрится черный экран просто прикольно что это мой телефон мне очень страшно пожалуйста ну нет почему я не люблю давай свои личные вещи кому-то чё ты такая вредная я тебе уже комнату свою дала чтобы переночевала чтобы ты была там одна как бы не общайся с ней не общайся с ней про скажи иди нахуй отсюда съеблась блять сиблась я сама собой понимаешь я нахожусь какой-то глуши я не привыкла к такому я хочу позвонить маме мама просто купит билеты и заберет меня отсюда и мне будет легче вам будет легче и заставляют очень пухой я понимаю что ты хочешь мои вот меня бы не заставили даже бы если бы там было понятно что деньги заплатили еще чего-то если бы мне было вот настолько дискомфортно насколько я понимаю на сколько я не имеешь права этого делать ну мне сюда родители отправили ну значит родители хотели чтобы ты поняла что такое обычная жизнь ничего они не хотели если бы они не хотели и просто они просто меня не любят и все это ты себе в голову вбила что они тебя не любят все усложняешь ты можешь просто телефон не дать на это хватит она меня бесит вот прям конкретно раздражает мне хочется ударить чтобы она мне мозги встали на место и она поняла что не все будут целовать ее ноги и пятки глава многодетной семьи евгений большой противник гаджетов в свободное время дети не сидят у компьютеров не зависают в телефонах а общаются с родителями евгений сам пишет это грамотно я считаю что я зависим от гаджетов у меня есть проблемка я часто просто у меня еще много работы там всякая бесконечные чаты 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 и уже потом когда ты прям сильно и долго и много во всем этом залипаешь тебя как остаточная волна знаете как тормозной путь ты просто блять ну просто сидишь уже в телефоне просто залипаешь вместо того чтобы потратить время на что-то более ну хотя бы даже если ты ни на что не потратишь но просто почилить подумать ощутить момент короче в общем надо тяжеловато с гаджетами и такие инициативы наверное очень неплохие на нее действительно дадут какой-то эффект сто процентов и когда семья дружно это здорово это очень круто что для детей сказки и читает им по вечерам а кристина не может смириться с отсутствием телефона а вы чё тут делаете мы сказку рассказываю я детям рассказываю сказку хочешь посоветоваться с течением грядущим спасибо ну и съеблась нахуй тогда я уже не маленькая для сказок что-что идущие спасибо я уже не маленькая для сказок ну хорошо хули тут ходишь человека и оставили его одного дети вы меня слышите и оставили его чего блять чё ты такое чё это такое чё это знаете когда мы играли в хорроры да кстати если вы не знаете мы играем в хорроры и на игровой канал тоже заглянуть стоит так вот когда мы играли в роли там иногда есть очень часто есть предмет называемый болтарец вот может как будто пригодится здесь не знаю как и каким образом но хотя бы просто кинуть прям в лицо и если ты будешь чуть потише я буду тебе очень благодарен я деткам сказку рассказываю я сейчас закончу быстро ладно спасибо большое ближе к вечеру мимо проходил человек он остановился перевязала ему раны довез до ближайшей гостиницы ты дал хозяину этого дома еще денег сказал через пару дней пойду обратно не хватит я дам тебе еще денег самое главное чтоб с этим мне кажется это какая-то отсталая семья обезьян который пиздец об этом секунду нахуй не пробовались в этом был в неважно в какой форме если бы я даже был мелким если бы я был батюш тем более там вообще пиздец там вообще пиздец если бы был батьком просто одну и варе естественно на месте варе я бы вообще включил режим просто пизда короче просто пизда из средневековья вышли сказки читают телефонов нет живут в глуши но может вы меня домой отвезете обязательно через несколько дней сейчас я хочу типа может быть у нее такой типа план что она их разъебет настолько что они не смогут с ней возиться и отправят ее домой типа как раз таки и скажут пошло на все нахуй давайте закончим эту пустую беседу и все продолжайте там свои сказки не сказки хорошо в этой сказке я здесь хочу еще одно могу сказать вот между прочим у кристины у нее тоже своего рода определенная проблема а нас тоже раненый человек любить надо ее меня любить батя ее любить не надо еще не понял она раненая в голову я думаю есть там какие-то моменты не уговорив никого из членов семьи дать ей телефон чтобы позвонить маме и уехать дочь саратовских миллионеров готовится казну в одиночестве а тонкины обсуждают как в этой неконтролируемой ситуации прожить оставшиеся три дня она мне сказала то что вот родители не любят то что они сюда отправят помните как максим пару стримов назад говорю что проблемы надо решать словами они рукоприкластом такая же и ну я же не собираюсь как-то что-то делать я же шучу ты же понимаешь да что я шучу или ты не понимаешь что я шучу скажи мне ты понимаешь где ты находишься можешь сказать какой сейчас год как тебя зовут хочется свое помнишь есть такое что-то вспоминает как ал сегодня это не рассказываю ладно все а вели она что не хотела ехать кинула в меня тапочком моим же и ушла надо мне кажется как-то донести до кристины что родители ее любят и они заботятся о ней варь ну и на самом деле все он сказал надеюсь варь тебя надежда только на тебя потому что вы ровесники вы обе девочки вот я думаю что у вас должно получиться найти общий язык ты будешь для него к светом темноте за четыре дня я думаю не получится кардинально поменять ребенка поменять взгляд на жизнь мы просто будем ее любить как любим наших детей да и этого нахуй не надо я просто не знаю я бы наоборот я бы я бы был максимально гандоном пиздец просто бы делал все так хуёво чтобы ей было так я бы я бы понял в какой-то момент что она действительно хочет съебаться и вот это выгнать и вот это вот все да я бы это понял и какой-то момент просто бы понял что ей хуёво здесь хуёво и сделал бы еще хуёвей игнорил бы ее абсолютно не реагировал на все ее выходки блять не давал бы ей жрать короче ну вот прям вообще все по говне сидел бы блять демонстративно нахуй смотрел бы какой-нибудь не знаю показ мод условно и говорил бы какие все ебланы кто носят брендовую одежду ну все в таком духе что это без кусица ебучая типа типа что такое слышали там бренд prada только ебла ну и все в таком духе блять демонстративно естественно наступил второй день эксперимента по перевоспитанию кристины кузнецовой 16-летней дочери саратовских миллионеров в многодетной семье томкиных в селе пугачёво малопургинского района удмуртия но малопургинский это конечно прекрасный район и считаю утро для евгения елены их детей и гостья началось считаю что отпускаться на уровень таких животных это нормально да с традиционного завтрака можно не кофе аргументируй что нет аргументируй что нет просто вот но аргументируй с хуя ли я должен возиться с кем-то кто вообще блять ни во что меня не ставит ведется как долба и все в таком духе а я такой понимаете любовью пытаюсь окружить кого-то нахуя меня поставили определенные условия я скажем так не особо обязан я вот в реальности я бы вряд ли мне бы ну типа кого-то я приютил и человек бы так себя вел если бы я кого-то приютил в реальности без каких-либо камеры человек бы так себя вел он бы в эту же секунду развернулся и пошел обратно все это все что было бы так ведь но здесь есть определенные условия в которые поместились семьи в которых они должны участвовать раз такая ситуация происходит раз я обязан блять находиться с этим человеком там и если он не ебет мозг и не собирается в моей квартире при моих как бы условных правилах до существовать вот ю вот я сам когда-то давно ответил на вопрос нет у нас нет кофе мы не пьем кофе у нас только чай нет я буду кофе ну ладно его нет я бы сказал ну пей кофе в таком случае как ты его можешь найдите слушай давай я тебе налью все-таки чая есть молоко чай с молоком похож на кофе мне кажется мне нужно кофе найдите мне кофе кофе нет я еще раз говорю это не обсуждается кристин все я наливаю тебе чай и в залоге не вопрос сходил бы на улицу выкопал бы земли когда вы похожи ведь так ты же ну я не знаю как просто кофе я никогда кофе не пил заварил бы и дал бы вот она сейчас сделает как раз то что что не надо вот у нас есть хозблок у нас есть животное кто животные поросята у нас есть у вас есть кролики вот дети помогают мне по хозяйству вот естественно ты пойдешь вместе с ними я не буду с ними тоже советую я хочу я хочу поспать я не выспалась вы очень видите меня просто мне плохо я хочу поспать я никуда тем более вот с этой вот не пойду очень нехорошо так говорит про нашу дочь тем более в нашем присутствии будь позже есть определенные все равно условия этого проекта до эксперимента хотим тебе напомнить что ты соглашаешься на все работы на все что делает варя делать вместе с ней после хозблока после того как мы разберемся с животными у нас сегодня по распорядку дня по плану надо вымыть баню а потом уварить сегодня задание в детском саду лепить фигуры попросили воспитатели я это принципиально делать не буду увидев еще мою одежду знаете сколько она стоит крестин не обсуждается приятного аппетита кушай и готовимся на выход для моих детей заняться хозяйственным трудом заняться хозработами каким-то это нормально если это не сделаем мы за нас это не сделает никто у нас нет домработников у нас нет слуг стали пошли работать надеть одежду ты чё с ума сошла чё она такая вся заляпанная ну потому что я в ней работали забери и сама носи ее я сказала что я никуда не пойду ты пойдешь ты вообще свою одежду видел меня просто засмеют если я такое одену вар я не хочу просто давай уже не ждем через пять минут мы тебя ждем внизу если бы не миллионный шопинг я бы в жизни с этого стула не встала и не пошла бы к этим вонючим животным во было бы классно было бы охуительно если бы в конце и сказали никакого миллиона мы тебя наебали до свидания я вообще в шоке парь ну помоги помоги спасибо у тонкиных 50 кроликов толкни в ответ блядя это остальных животных варе и кристина должны достать каждого кролика из отдельной клетки убрать ее положить в клетку корм и воду и посадить жильца назад и до 50 раз кролики всегда в первом мину состоянии хочу за хуйня капуста лобург одной клетки занимает пять минут это мы чё вот тут будем крепко держи полосы убери прижимая к себе прижимаем к себе волосы надо убрать и правда что сожрел там чукакашки забери пожалуйста он воняет чаду не понравилось держать роликов пока варе убирает в клетках Поэтому Варя предложила ей попробовать поменяться. И я её трачу. Ты чем вообще занимаешься? Ну... Неделя около 200 тысяч. То есть твоя жизнь, она заключается в том, чтобы за неделю потратить 200 тысяч? Ну да. А какая от этого польза? Ну, у меня новые шмотки, у меня новый маник, вот смотрите. Дети мне помогают, нам с мамой. Ты помогаешь родителям своим? Я им не мешаю просто, я не сижу дома, я гуляю. А, брату может быть помогаешь? К какому брату? Нет. Чему нельзя просто делать что-то хорошее, помогать кому-то, родителям помогать, чтобы им приятно было. Но она делает хорошее на самом деле, она, ну, типа, закидывает бабки создателям вещей. Неплохо весьма, неплохо. В этой жизни меряется деньгами, понимаешь? Варя, скажи, пожалуйста, ты счастлива, когда ты проживаешь неделю? Да, я счастлива. Ты тратишь кучу бабок? Она бурет. Я могу просто погулять по улице. Ты проживаешь неделю и тратишь 200 тысяч? Конечно. Представляешь, вы счастливы одинаково. Только она не тратит деньги, а ты тратишь деньги. Значит, счастье не в деньгах. Ну, у меня счастье в деньгах. Убрав крольчатники и покормив всех кроликов, Варя и Кристина отправились готовить корм для свиней. Ты вот на кого, допустим, пойдешь потом учиться? Больше всю жизнь вот так вот у папы и мамы. Я пойду учиться на человека, который тратит в неделю 400 тысяч. Да. А в мешее сидеть? А я и не собираюсь учиться. Ну, а что ты будешь тогда делать в дальнейшем? Мне родители... Ты понимаешь? Допустим, у тебя сейчас не станет родитель. Что ты будешь делать потом? Не говори так. Эу. Но все может быть, понимаешь? Мне родители дают деньги. Мне супер. Мне живется отлично. Так будет всю жизнь. Нет, подожди. А если денег не станет? Я замуж просто за богатого выдаю и все. Ну, знаешь, это шанс один на миллион. Ну, тебе, наверное, только такое всю жизнь и светит. Ты посмотри вообще на себя, как ты выглядишь. А ты думала, как люди-то живут в деревне? Ходят по всяким ресторанам или шмотки себе дорогие покупают? Или в Саратове. Это тебе не Саратов, не Москва, не какие-то... Саратов и Ижевск — это очень похоже, ну, в плане там... Может, в Саратове чуть побольше людей, но по факту это плюс-минус. Еще столица. Ну и что, вы же можете уехать отсюда. Нафиг вообще тут сидите. Не пойми где. Ну, потому что тут мой дом находится, тут моя семья, и я как бы хочу здесь находиться. Боже. Ну, ты и колхозница, конечно. Я вообще себе не представляю такого, чтобы я жила так, как живу тут. Каждый день ходить к этим вонючим свиньям, кроликам в этой грязной одежде, считая ни маникюр, никаких ногтей, волосы пропахнут. Эти люди, они вообще мне говорят, что тут прекрасно жить в таких условиях. Слушайте, не смешите меня, пожалуйста. Я могу сказать так. Во всем нужен баланс. Это точно. За собой следить надо. И все должно быть на достойном уровне, как минимум. Это факт. Но то, что несет она, это, конечно же, полная хуйня. Я думаю, что отчасти она это делает специально и несет хуйню тоже специально. Я уж не знаю, насколько там все это постановочно, но вот сцены, когда ревела девочка, и когда они там пытались выяснить отношения, и было максимально кринжово, складывается, что они были на самом деле. Вот могу сказать честно. Вот. Я вряд ли бы променял, скажем так, комфортную городскую жизнь на прям вот совсем деревенскую, со всеми вот этими вот издержками, скажем так. Но однозначно свое там, свой дом и так далее, это прикольно. Однако, ну нельзя ни в коем случае, мне кажется, полностью забивать на себя. Но я не могу сказать, что эта семья выглядит как-то уж там совсем отвратительно и ужасно. Нет ничего такого. То, что у нее там шмотки грязные и заляпанные, но так она работает и правда на улице и все остальное. Плюс девочке 16 лет, она еще пока себя, наверное, не осознала в таких форматах, а у этой, блядь, не было вообще ничего другого, и поэтому она живет немножко в другом вообще пласте жизни. Поэтому такое, такое все, такое, это все очень неусловно и непонятно, но, естественно, этой, этому человеку, если так можно выразиться, я бы вот, ну, блядь, испортила бы эти четыре дня. И она бы, блядь, вообще чувствовала себя максимально уебищно. Вот прям вот, вот я умею, умею заставить человека себя чувствовать изнутри умирающим, поверьте мне. Томкиным нужно помыть баню. Раньше это была обязанность мамы и Варе, но сейчас Елене из-за позднего срока беременности тяжело этим заниматься. И сегодня уборку выполняют Варя и Кристина. Как у вас тут грязный, мокрый, ну я тут точно, делай, ничего не... Нормально я, нет? Нормально я собираюсь. Вот тебе на, щеточка. Ты норма, фу, ты нормальная, ты вообще что делаешь? Специально для тебя зеленую. Сама тут убирайся, сиди. Можно я тебе на голову это ведро вылю? Ты хочешь, чтобы она тебя тоже начала орать? Как у тебя дома происходят конфликты или что? Ну ори, я привыкла к такому, ты понимаешь? Ну я заметила, что ты привыкла. Все, помолчи, работай. Давай ты мне хотя бы просто поможешь, чтобы всыпать порошочек и тереть вот здесь вот рядом с собой, ладно, щеточкой? Ты сама начинаешь все конфликты, а родители как бы тоже начинают в ответ тебе что-то говорить, потому что, ну, они понимают, что надо чувствовать грань. Ты ребенок, а не твои родители. Ну, слушай, знаешь что, пускай сидят там со своим Никитой, их любимым, а я буду жить так, как я живу, поеду в Москву, буду там отдыхать. За счет папы? Что ты мне тут вообще втираешь? Мне кажется, ты мне просто завидишь. Кстати, вот есть такие, знаете, экипаж людей, вот она такая вся независимая, да, самостоятельная такая вся, блядь, я сама, я все сама, я все сама умею, я все сама знаю. 16 лет, понятное дело, просто, потому что долбоеб в голове живет, вот, и очень часто так и живет там до конца. Но есть такие люди и во взрослом возрасте, которые говорят, ну, уже имеется в виду в возрасте, когда ты сам там уже как-то свою жизнь выстраиваешь, когда на родителей особо не надеешься, но при этом вот типа там тебе условно 25 и больше, и ты такой типа, блядь, я все сама, ну, вы понимаете, да, вот, и сам тоже бывают такие, ну, как-то вот в моей жизни встречались те, которые сама, вот, и при этом их обеспечивает кто-то, где-то, как-то, отец, не отец и т.д. и т.п., а она все сама и сама, что-то там, блядь, сама, что-то и сама, и хуй его знает, что она там сама, при этом ненавидит отца, естественно, ясно, хуй, потому что отец этого человека, это кто, это говно, бля, ебаная вообще, абсолютно, которое обеспечивает там вот это все, но, но, надо, чтобы обеспечивал, конечно же. У нас отношения никогда не будут, естественно, нормальные, но обеспечивать надо обязательно, потому что, блядь, ты что, как я иначе сама буду по этой жизни передвигаться? И вот в таком духе меня удивляют такие женщины, меня удивляют такие женщины, которые заявляют о том, что они сильные и независимые, при этом заставляют мужчин быть источниками своей зависимости. Это, блядь, парадокс, нахуй. Ты думаешь, что у меня есть все, у тебя есть ничего, ты просто другой жизни не видела, ты ничего, слаще морковки, не ела, если б ты вот со мной денечек потусила, ты бы поняла, что такое другая жизнь. У меня есть какие-то планы на будущее, у тебя их нет, то есть у меня хоть какая-то... Я сказала тебе свои планы, что у меня всегда будут деньги, мне не нужно... Что ты хочешь выйти за богатого мужика, это не нормальные планы. А мне не нужно... Он тебя бросит, и ты останешься ни с чем. Меня никто не бросит, точно. У тебя будет там пятеро детей, ты будешь уже вообще никакая. Во-первых, у меня пятеро детей не будет точно. Это ты так думаешь. Во-вторых, меня никто не бросит. А ты будешь сидеть в своем колхозе и страдать вот этой фигней. Ну да, это, конечно, смешно, 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 смешно. Все это смешно. Кстати, причем, знаете, мы с вами смотрим, да, действительно, может показаться, что это все-таки какие-то детские мысли, но поверьте, поверьте, есть люди во взрослом возрасте, повторяю еще раз, которые продвигают и несут такую же хуйню. Они убеждены в том, что они все будет круто, все будет классно, что все будет замечательно, все будет здорово, да. А потом мы устроены стримы, да, и биться головой об стол. Вот. Такие дела. И это реально удивительно, потому что со стороны это выглядит как, ну, абсолютно тупорылая хуйня. Очевидно, тупорылая хуйня. Но такие люди, их просто вот тьма. Их просто тьма. Они убеждены, они уверены в том, что они кому-то нужны, что у них все будет окей, что они вот это вот все. И, кстати, ну, есть, есть примеры того, когда люди себя, даже будучи максимально мразями, назовем их так, устраиваются в жизни, и все у них круто, и все здорово, но, как правило, всегда до поры до времени. Как правило. Потому что рано или поздно люди, которые слишком много себе позволяют, не особо задумываются, с кем они себе это позволяют. И потом позволяют с теми, с кем позволять себе это, ну, не стоило. В общем-то. И с ними разговаривают уже по-другому. Так что они сами находят проблемы на свою жопу. Это вот просто неизбежно. Это просто неизбежно. Просто вот надо какое-то время. Время лучше маркер, который расставляет все на свои места. Всегда, блядь. Всегда нахуй. Хоть какую-то мысль, чтобы она перестала конфликтовать с родителями, с братом наладила контакт. Чтобы у них просто все было хорошо. После уборки бани Кристина и Варя вернулись в дом. Мама начала готовить национальное удмуртское блюдо – перепечи. Узнав, что в их доме проходят съемки реалитий чада из ада, в гости пришли друзья Вари. Че, пойдемте мне поможем перепечь, постряпать. Вот я первую партию испекла. Вот такие же картиночки, теперь только с капустой и с мясом. И мы сами это будем делать. Да. Перепечи – это корзинка. Перепечи, кстати, прикольная штука на самом деле. Вот грамотно сделанные перепечи, прям вкусно. Сночки из ржаной муки, бездрожжевое тесто, наполненное начинкой. Старинное блюдо, то есть наши бабушки, прабабушки, прапрабабушки, его пекли и учили нас. Знаете, тут лучше сходить в какой-нибудь удмуртский ресторан, чем вот этой фигней страдать. А ты по ресторанам вообще ходишь? Я хожу по ресторанам. А у нас нету. Все реально? Да. Тут ресторанов вообще никаких нет? Нет. А как вы тут живете вообще? Мы сами готовим. Заказываете что-то из интернета там? Ну, редко очень. У нас неподалеку есть поселок городского типа, можно так сказать. И вот мы там вот одеваемся. Там одежда, наверное, очень дешевая, да? Ну да. Мы как бы в селе живем, нам-то зачем какая-то дорогая? Сколько у вас тут кроссовки, например, стоит? Ну, тысяча две. Это в среднем, да. Самые дешевые могут стоить 500 рублей. Реально. 500 рублей? Даже 400 оказывается. Может, вы шутите? Таких цен просто не бывает, тем более на кроссовке. Я вам говорю, я... У меня недавно родители купили себе ньюбалансы за 2000 рублей. Я сказал... Алю, блядь. Вы что купили? Ну-ка. Ну-ка. Кыш отсюда. Прекратите. Купил, в общем, нормальные кроссовки. Потому что в таких кроссовках тут дело не в том, что ценник не ценник. В таких кроссовках просто ноги сойдут с ума. Они спотеют, умрут, сломаются, блядь, погибнут, станут, как Кристина выглядеть. И все в таком духе. Я привезла кроссовки за 100 тысяч рублей. Тебе вообще сколько на жизнь выделяют? То есть на твою карточку? Ну, там, ну, могут рублей 300 там выделить. 300 в день? Да. А в неделю вам сколько дают? На месяц это 300 рублей. На месяц 300 рублей? Ну, да, да, так бывает. Но иногда там могут чуть побольше дать. Как вы живете вообще, я не понимаю. Ну, так вот. Ну, мне родители в неделю дают около 200 тысяч. А с 109. Такой, так, она ходит тут перепечет, опеку, блядь. Дай-ка под себя, дублядь. Ну, я трачу там на рестораны, на такси. А что тут вам вообще нравится? Ну, тут чистый воздух. Есть с кем, ну, пообщаться. То есть все друг друга знают, все хорошо относятся к друг другу. Вы все прямо хорошо к друг другу относитесь? Ну, да, кстати. Я никогда не могла себе представить, что я буду общаться просто с обычными деревенскими ребятами. Они оказались такие же обычные подростки. У всех такие же проблемы. Ой, блядь, началось. Резко ой, слушайте. Блядь, оказывается, люди-люди. Оказывается, люди-люди. Оказывается, вода-вода. Оказывается, воздух-воздух. Нихуя себе. А я вот это время все не замечала. Из-за веса 200 тысяч в неделю. Какие-то свои дела. После общения с друзьями Варвары Кристина впала в задумчивость. А проводив друзей Варваре, а значит и Кристине, пора идти в единственный в селе Пугачево детский сад, который находится в 10 минутах ходьбы от дома Томкиных. Туда ходит их младший сын, двухлетний Артем. А через какое-то время пойдет еще один малыш. Варя и Елена добровольно помогают садику, как и другие семьи поселка. Летом убирают территорию, а зимой украшают ее снежными фигурами. Воспитатели знают, что Томкины участвуют в эксперименте «Чадо из ада» и не против присутствия съемочной группы. Сегодня Варя и Кристина сделают для детей черепаху. Ну вот представь, просто как бы приятно Артему, когда он выйдет сюда играть со своими... Черепаху. Вот ребятками с детишками, ну им будет весело. Вот им понравится то, что мы слепые, да, черепашки. Ну я думаю, им будет очень приятно. Подождите секунду, я... Погодите, я просто не поняла. Сегодня Кристина и Варвара сделают для детей черепаху. И у меня... ну... ладно. Ну а зачем помогать брату вообще? Я не понимаю тебя. Какую, блядь, черепаху? Потому что я его люблю, и мне нравится это делать. Вот ты мне скажи, вот у вас с братом разница всего год. Что вот, почему вот между вами такие конфликты? Да, я подумал из говна, прошу прощения. Ну я уже, блядь, весь в пердеже просто, извините. Вы не можете просто посидеть, поговорить? Ну у нас просто нету с ним общих тем, понимаешь? Тема есть общая и всегда. Вот мы со Славиком, например, ну вечерами, он сидит у меня в комнате. Я стараюсь с ним разговаривать, потому что я его сестра, как бы он хочет мной поговорить тоже. Он же там меня не видит почти целыми днями. Просто, понимаешь, я из-за него ссорюсь постоянно со своими родителями. Он же у них типа любимчик, он такой хороший, для них делает все. Такой правильный мальчик, а я совсем другая. Когда у нас начинаются с родителями какие-то ссоры, мы садимся за стол и разговариваем. И все решается, и все спокойно, без всяких ссор, скандалов и обид. Ну это же как-то по-детски, что ли, садиться, разговаривать. Это наоборот, это не по-детски. Нормальные, адекватные люди так и делают, просто садятся и разговаривают. Ну я говорил вначале, Дань, я говорил вначале, что если в конце все кончится хэппи-эндом, это плохо. Это печально, потому что это неправильно. Здесь очевидно, надо было показывать, что некоторые люди не меняются. Это просто факт, и нечего это скрывать. Нет в этом никакой проблемы. Это абсолютная норма в жизни людей. Это не норма в плане восприятия, да, что типа, ну как так-то, ну почему? Ну а вот, но такое сплошь и рядом. Люди просто вот такие, какие они есть, и они не собираются меняться ради там чего-то там, чего-чего. Кто-то там считает, где-то что-то считает. Ну и пусть считает. Все эгоисты, всем похуй, все нормально. К маме так подхожу, вот сзади ее обнимаю, допустим, когда она готовит. Но маме очень приятно сразу, она иногда плакать начинает. А зачем просто так подходить и говорить, что я их люблю, если они для меня ничего не сделали? Подожди, тебе, во-первых, мама подарила жизнь. Понимаешь, Кристин, ты, не только тебе все должны там давать любовь, внимание, заботу. Здравствуйте. Это вам, что это? Жизнь, дарю. Ну ты должна тоже людям отдачу какую-то давать. То есть ты должна к брату, там, к родителям проявить хоть какую-то любовь, а не только говорить родителям, что дайте мне денег. Я, конечно, не хочу тебя сейчас обидеть, но не стоит быть такой эгоисткой. Мне кажется, нам обеим стало, ну, немного легче общаться. Прикольно, да, получилось? Ну, роботы немного похожи. Прикольно. Знаете, что с этим сделают дети? Ну, вы поняли. Варя с Кристиной вернулись домой и переоделись к ужину. Поначалу, конечно, вот эти свиньи, кролики. Начало дня было просто отвратительным, я еще и встала от экрана. После разговора в детском саду с Варей об отношениях с братом, Кристина решила узнать, что брат Слава думает... Правильно, пельмени, вот от пельменей никто никогда нос не затыкает, потому что, ну, это еда богов. Об этом. Слав, вот у тебя... Бля, пельмени, если честно, захотел. Давно не ховал, блядь. У тебя же тоже есть старшая сетра, да, Варя? Вот, я, например, можно сказать, ревную, потому что мне кажется, что родители любят больше младшего брата, а не меня. А ты, ну, не ревнуешь там Варю? Не, нас родители любят всех одинаково. А как мне вообще на родителей перестать обижаться? Вот, я не понимаю, мне все-таки кажется, то, что, как бы, брату уделяется намного больше внимания, чем мне. Да ты покажи, что ты нуждаешься в родителях. Когда родители увидят то, что ты в них нуждаешься, они, конечно, свои внимания на тебя обратят. Замечаю за Кристиной, что у нее взгляд подобрел. Не такой колючий уже. Ребенок начинает теплить. Спасибо большое, очень вкусный был вам. Да-да, ну-ну. После ужина Евгений с Варей пошли колоть дрова для отопления дома. Короче, говнище. А правильно, это Кристина тоже будет помогать. Так, Кристин, тебе нужно собирать вот такие вот, которые помельче. А вот перчатки есть у меня, руки. Держи, я тебе отдам свои нижние. Ну, лажи, отрубим сейчас. Спасибо. Давай, я тогда подальше от тебя отойду. Нормально тебе так кол... На то воняешь. Площ. Вообще нравится. Знаешь, как упражнение для ручек? Держи. У меня всяку... Да, причем написано, что это второй день, да? Это вот был второй день. Она за один день, первый день, потому что мы не считаем, она приехала только и что-то там типа адаптировалась. И за второй день, причем утро она провела как мразь, а потом она резко, в какой-то момент, когда пришли друзья, она резко вдруг поняла, что оказывается, повторюсь, люди-люди, и все вот это вот, и так, ой, ааа, блин. Так грязная. Это нормально, постираем. Я лучше бы дрова кололочу. Попробуй. Ты хочешь попробовать? Да. Прицелься, сначала попробуй, как она у тебя ударится по нему. Да, все верно. И размах. Чуть-чуть повыше дай, вот так. Почти-почти-почти еще. Да, Астин, чуть-чуть ноги сделай так, чтобы топор не попал тебе в ногу. Давай, теперь смотри. Вместе с дровишкой поднимай. А если бы он попал с первого раза, было бы, наверное, ну, было бы. Вместе с дровишкой, и ударяй. Вот, еще раз. Еще раз. Давай. Все, вот ты просто молодец, достаточно. Молодец. Вместе с дровишкой поднимай. Давай, Варь, помогай, Кристина. Стой, 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 блядь. Отлично. Спасибо. Если ты была моей дочерью, я бы тобой начал гордиться уже. Ну, я же горжусь тобой, Варь. Видно, что ей интересно. Не получается, но она хочет, чтобы у нее получалось. На секунду, на секунду, на секунду, вдруг вам не показалось, но, смотрите, как будто бы похоже, что отец говорит, как у пленов, вот в начале. Слушай, я начал гордиться уже. Сейчас. Слушай, ну, я же горжусь тобой, Варь. Видно, что ей интересно. Получается, но она хочет, чтобы у нее получалось. И когда она имеет какой-то успех, ее это радует. Когда ее хвалят, тем более, ей хочется делать еще и еще больше и больше. Раз, два, три. Пойдем, пойдем. Пойдем, просто показывает, что у нас сегодня, блядь. Видно, что ей интересно. По правилам проекта, в конце второго дня эксперимента, родители обеих семей знакомятся друг с другом. Ну, что, думаешь, какие себя родители у Кристины? Я не знаю. Ты вообще готова к разговору? Ну, во-вторых. Не, ну, признаем, признаем, да? Признаю, вначале казалось, что какая-то постная хуета будет самого с нулевой. Но оказался выпуск прям заебок. К сожалению, концовочку, как и во многих фильмах, как и во многих сериалах, как и во многих всем. Но вот до сороковой, там, сорок пятой минуты прям, ну, я в какой-то момент реально хотел уже немножко размяться, блядь. Волнительно, мне кажется, у мамы там истерика. Где моя дочь? Ну, мам, мам, конечно, волнуется. Ну, что, мы познакомимся. И, слушай, еще, мы же не будем их учить, как воспитывать Кристину. Да, но нет. Вот, ну, я не знаю, может быть, дадим пару советов каких-то из своей личной жизни, да, чтобы ни в коем случае, ну, не напрячь, не обидеть. Думаю, им тяжело будет с нашей дочерью изменить что-то. Как мне с моей нижней губой, блядь, тяжело. Константин. Ну, вообще, мне как будто бы 13 лет. Папа Кристины. У нас пятеро детей. Ну, пятого ждем, вот, на девятом месяце. Бляем вас. Спасибо большое. Варюши тоже 16, она ровесница Кристина. Ровесница Кристина. Живем мы в селе, у нас частный дом двухэтажный, 19 соток. У нас в хозяйстве есть животные. Какие вы молодцы просто. Мы очень рады, что Кристиночка попала именно в вашу семью. Вообще, первый день, на самом деле, был очень сложный. У нас вышел прям скандал с истерикой, у нас Варварушка ревела, она все-таки довела Варвару. Да, она у нас такая, с ней очень тяжело. Мы надеемся, что за эти дни она изменится. Она уже начала меняться. Кристина сегодня варила еду свиньям. Прямо в котле. Она убиралась у кроликов. Ой, хорошо, что мы отдали на эти забавы так со стороны смотреть, но все это веселуха. Веселуха, бред. Я и ляпчик такие, ну пусть отдыхает. И никогда больше не варит никакую еду, никаким свиньям. Она колла, дрова. С Варварой они ходили в детский сад, лепили фигуры. Баню мыли. Да, они мыли баню, представляете? Да вы что, какие вы молодцы. Ей было очень приятно, когда мы ее хвалили. Вы знаете, нам кажется, что у нее есть какая-то обида из-за того, что вы ее очень часто сравниваете с младшим братом. С Никитой, по-моему, да, Витя? Правильно я говорю? Да, да, да. У нас еще есть сын Никита. Постоянно мне ставят в Никит в пример. Никита такой хороший, а я плохая. Никита хороший, а я плохая. А что вы ее не хвалите? Потому что она плохо ведет себя. Потому что она плохая, блядь! Чел, блядь. Дело, что изначально мы ее всегда хвалили, несмотря ни на что, на все ее поступки. И поэтому вот она уже, наверное, так заигралась, что стала нами манипулировать. Мы сказали, так ты попробуй, ну, поменяться, что-то хорошее. Она так заигралась, что стала нами манипулировать. Ой, вы не представляете, мы вообще с этим нихуя не делаем. Ой, блядь, просто хотели показать это по телеку, блядь. Ооо, хорошо, что у нас так хуя денег и на похуй вообще, блядь. Начни делать для того, чтобы телеку называли хорошим. Спасибо вам огромное, спасибо. И огромный привет. Да, хорошо, большое спасибо. Всего вам доброго, до свидания. До свидания. Слушай, ну я думаю, попал в хорошую семью, тем более так много детей. Попал в хорошую семью. Ими ухаживала и за кроликами. Думаю, может, чуть-чуть ей мозги там вправили. Знаешь, что я тебе скажу одну вещь очень важную? Я увидел. Они конкретно любят девчонку, они за нее переживают. Я, мать, мать! Батя Кристины чистый хелдер для планшета. А, блядь. А, блядь. А, блядь. А, просто обязаны приложить все силы, чтобы им помочь. И донести до Кристины, что мама и папа – это самые главные люди в ее жизни. Пока родители общались, Кристина предложила Варваре вернуться в свою комнату. Варвара попросила папу помочь ей с переездом. Сюда кровать. Да. Вы что, вместе собрались спать в одной комнате? Да, мы решили. Девки, это круто. Вы молодцы, я вообще рад за вас. Куда будем ставить кровать? Вот эту тумбочку мы отодвинем, и сюда поставим кровать. Столкнулись два очень сильных характера. Ха-ха-ха, да, вообще нереальных, просто сильнейших характера. Кристина и Варя. Но потом я начала выводить какие-то положительные стороны. Сюда! Перестала смотреть на ее сосаленные волосы. Перестала обращать внимание на то, что она не умеет одеваться. А пристала смотреть, что она из деревьев, блядь. И нашла в ней что-то положительное, нахуй. Это мое законное место, ну ладно. Гуся на родину. Ну, пиздеж. То есть, либо она изначально действительно не была такой, либо, ну, типа, ну, вы поняли. Просто здесь, короче, заултрировано очень сильно, и я, если честно, не до конца не понимаю вообще. Мне кажется, что ей просто ничего не стоит просто побыть типа хорошей. Попил третий день эксперимента по перевоспитанию дочери саратовских миллионеров Кристины Кузнецовой в многодетной семье Томкиных в селе Пугачева в Удмуртии. Ты что делаешь? Ты стираешь? Ты, видишь, стираю. Вот и правильно. Так и надо. Хочу, когда уеду, написать, идите нахуй, тварь. Я вас наебала. Пусть мою комнату не стирайте, пускай на память остается. А на память? Томкины позавтракали. Мама Елена поручила Варваре купить ванночку для купания будущей сестры. По правилам проекта Кристина идет в сельский магазин вместе с ней. Че тут вообще есть? Много чего. Размеры как раз ваши. Сороковой размер. А у вас косметика какая-нибудь есть? Отечественная. В основном. А у вас есть тушь, которая такая... Покупать это нельзя. Ну, в общем, которую мазали раньше. Тоже есть. И всего 90 рублей. Прикинь, кукла 200 рублей стоит. Я вообще таких цен никогда не видела. А почему так дешево? Я в шоке. 30 рублей вот это стоит. Как тебе такое, Враам? И все прям под тебя шито. Под меня шито? Прям под тебя шито реально. Две ванночки. Обе они розовые, это менее глубокое. Че-то она какая-то грязная тут. Если она изначально была, то нормально тогда получается, что Варя гениальная актриса. Ну, гениальная, ну, как бы... Я не думаю, что тут сложно отыграть... Понимаете, вообще отыграть Гондона на самом деле не суперсложно. В общем-то. Ну, я бы справился. Очень легко. Помыть надо будет. Организуйте. Это более глубокое. Мне кажется, вот это лучше. Вот это лучше. Смотри, это ты будешь... Имитация на сочку, смотри. Это такие маленькие детки рождаются. Они еще меньше рождаются просто... У вас бы чат тоже получилось, вот судя по тому, что вы пишете, вообще легко. Ну, типа прям, вот, ну, легко. Легкоть не. Это уже они... Распоршонки, рубашки. Побольше цены. В какую они цену? Вот. Ну, у нас 500г. Все, забираем. Пойдем. Именно Гондона или злодея. Злодея, злодея. Что-нибудь есть? Нет. Вархангель и Кристина вернулись домой из магазина. Томкины решили показать Чаду местную достопримечательность. Музей-заповедник Лударвай находится в 17 километрах от Ижевска. На 59 гектарах расположены удмуртские усадьбы с их традиционными постройками. И мама Елена... В Архангельске тоже такая история есть. Как же называется-то? Господи. Малые Карелы, по-моему, так называется, если я не ошибаюсь. ...как коренная удмуртка сама проводит экскурсию. У меня у бабушки был такой же домик. И вот мы половицы мыли руками все. То есть там мы скребли все, бабушка меня учила. Сашенька, не отставай, родной. А как дом переводится с русского на удмуртский? Курка. Курка? А знаете, как это по-французски будет? Ла Мезон. Ла Мезон. Ты, какое красивое название. Смотри, Кристина, мельница. Называется Вуко по-удмуртски. Это вот то Вуко, ветряная мельница, а есть просто Вуко. Вуко – это водяная мельница. У музея-заповедника Лударвай есть услуга конной прогулки на санях. Евгений предложил Чаду покататься. Старшие дети составили компанию. Каталась когда-нибудь на воде? Нет, ни разу. Вот так вот. Давай, малышка. И не покатаешься. Все, домой нахуй. Да, давайте. А мы не грохнемся с нее? Не грохнемся, не бойся. Так, готовы? Да. Или нет? Да. Не, природа вообще в Удмуртии, Пермский край, природа – это просто разъеб. Это просто шикарнейшее, что одно из самых лучших частей, собственно, этих краев – это природа. Вода, деревья, даже горы есть такие, скажем так, не совсем прям горы-горы, но в целом гористая местность присутствует такая небольшая. И природа там, конечно, просто ебанешься. Вот я оттуда, из Пермского края родом, и Жевск – это буквально в часе езды. Чайковский вообще стоит на границе, собственно, с Удмуртией. И, ну, там, конечно, ну, там, конечно, там Кама эта ебейшая, огромная. Вот почему-то считается, что, ну, вот по правилам считается, что та река, которая впадает в другую реку, является неглавной. И вот типа Волга считается главной рекой, что, мол, в нее впадает Кама, еще там пару рек и так далее и тому подобное. Но Кама гораздо шире, и, ну, не может быть такого, что более широкая река. Ну, вы поняли, да? Ну, короче, там как-то сложно. В общем, Кама ебейшая, огромная река. Есть даже места, есть даже места, где не видно берега. Вот настолько огромная, нахуй она просто... Ну, как это? Это не река уже, это уже что-то серьезное, блядь. В разных местах реки разные по ширине. Ну, да, она в общей целости очень протяженная, очень здоровая, огромная. И, короче, в общем, как-то так. Не, я на Волгу не гоню, Волга тоже прекрасная. Я был когда в Тюмениской области, по-моему, мы там плавали по Волге. Это, конечно, очень красиво. Просто шикарно, шикарно. Но она, вот где мы были конкретно, она была достаточно узенькая. Вот. Но красиво, красиво везде. Я еще и природу очень сильно люблю. Это прям красота. Готовы, поехали, поехали. Поехали, поехали. Ну, родимая. Едем, едем, едем. Мама, я в деревню работаю, тебя дайс. Ну, ясно, все, круто, заебись. Остается жить здесь. Вообще, как у вас тут классно. Очень красиво. Даже, хоть и небо серое, очень красиво. Это, на самом деле, очень атмосферно. Наступил четвертый день эксперимента по перевоспитанию дочери саратовских миллионеров, 16-летней Кристины Кузнецовой, в многодетной семье... То есть, по факту, по факту, она два дня там пробыла. Два. Первый день она приехала, по сути, там, ну, днем, или даже ближе к вечеру. Так? Я правильно понимаю? Есть мнение, что эта Волга впадает в каму, и на самом деле, эта кама течет до Каспы. Ну да, вот я тоже об этом слышал. Но на самом деле, по ебсти. Обе реки замечательные и здорово. Просто, знаете, такое дележка, дележка. Типа, вот, кама, она ближе к Пермскому краю, там, другое ближе к другому и так далее. Короче, получается, она была два дня полноценных, и вот на четвертый день она съебывается. Потому что в первый день она приехала. В Тюмени нет Волги. Я говорил, в Тюмениской области. А может, я неправильно сказал, не знаю. Но я ездил, помню точно, что куда-то ездил, и там была точно Волга. И мне говорили, что это как-то рядом с Тюменью. Вот, может, я ошибаюсь. Я не особо хорош в знании того, где что протекает. В селе Пугачёвое Малопургинского района Удмухтии. Я не хочу уезжать. Я ж не сантехник, блядь. Ты приезжай. Мы же всегда будем тебя ждать. Всегда будем тебя рады. Обязательно приезжать. Ага, приезжай. Замечательно 4 дня. Спасибо вам большое за все. За ваши поддержки. Какая хуйня! Хуйня! Нет, это было не Самара. Как все начиналось? Ага, плакали. За комнат, внутри, закрывать. Ну что, спасибо этому дому. Пойду к другому. Пойду к своему, к родному. Я вообще не жалею, что приняла участие в такой университете. Да ясно, конечно. Мне правда очень повезло с принимающей семьей. Я бы так хотела повторить еще эти 4 дня. Мы сближусь. Все? Да, верим, верим. Я очень буду плакать и не очень сильно скучать. Да-да. Все. Я тебе приеду в Саратов. Ты ко мне с Венем помогать. Вари. Все, давай, пока. Приезжай, я тебя не встречу. По Кристинке я буду скучать. Она совсем раскрылась, она озорная, она оттаяла. Такая льдинка сначала, сейчас она такая, ну, лучик солнышка. Ага, поняли. А хули она шла тогда пешком тонну лет, типа, а теперь на машинке? И почему не Мэрс опять? Группа отвозит ее в аэропорт. Телефон Кристине вернули. И сегодня впервые она может поговорить со своими родителями. Привет, дорогая, как ты там? Я отлично, я к вам вот еду в аэропорт. Мы так соскучились по ТВ. Я, честно говоря, тоже очень соскучилась. Ну что, у тебя там как понравилось? На самом деле, очень хорошая семья. Общаются они только на спокойных тонах. Но мы это уже видим, и по твоей речи. Мы так соскучились во все. И Никита каждый день спрашивает, когда Кристиночка приедет, когда вернется. Вы че не плачьте? Мы сам не лучшие на свете родители. Первый раз в жизни услышали от тебя такие слова. Ладно. Больше не говори этого никогда. От тебя говно понятно. Ладненько, давайте, ждите меня. Все. Любим тебя, давай. Пока-пока-пока-пока. Мне даже не верится, что эта дочь наша так изменилась за такой короткий срок. Давай 2 миллиона за Дима, и не на 4 дня, а на день. Надеюсь, что по приезду она будет доброй, отзывчивой. Эксперимент определенно пошел на пользу. Да. Это все. Господи, ну какая ж... Вот в начале, в начале было реально да. И если честно, я не увидел там наигранности. Вот клянусь, я не знаю почему, может я ошибаюсь, может меня наебали грамотно. Но наигранности я там не видел. Было все максимально естественно и похоже на правду. Но вот то, что случилось в конце, это какая-то дрянь.